Директор думает, что он знает у себя на работе обо всем. Финансовый директор выделяет все больше и большее деньги на закупку только необходимого ПО. Системный администратор считает, что без него даже аська на компьютере у пользователя не появится. А пользователи? Пользователи в это время делают все, что захотят. Устанавливают на свой рабочий компьютер приложение. Не заботясь о том, что подставляют под удар руководство и неразумно занимают аппаратные ресурсы компании. Скажите, а вы самостоятельно какие-нибудь программы устанавливаете туда? Ну, что-то могу установить. Нелицензионным сапптом пользуетесь? Ну да, частенько. Ну, различные трекеры. Там взломанных файлов очень много программ. Ну и в принципе самому взломать несложно. У нас принято, что мы ставим себе. Плюс у меня специфика работы такая, что лучше меня никто не поставит. Мне кажется, они лицензионным софтом какими-то пользуетесь? Это провокационный вопрос. Главная проблема – легальность софта. Директоры по информационной безопасности справедливо опасаются проверок из АБЭП и заставляют системных администраторов проводить инвентаризацию программного обеспечения. Чаще всего это проводится по стандарту сисадмин с бумажкой версии 2.0. Сотрудник вручную, медленно и печально проверяет, что там наставили пользователи. Ненужное – удаляет. Или оставляет, если работник его ну очень попросит. Никогда нельзя забывать про человеческий фактор. Ну что ж, сисадмин, как мы видим, не идеален. Ну и кто-то же должен ответить на ряд вопросов, которые обязательно возникнут у IT-отдела. Собственно, какое новое ПО стоит включить в очередную закупку и на что продлить лицензии? От чего лучше отказаться? Как правильно спланировать IT-бюджет и не потратить деньги на лишнее? Как не купить софт, который не будет работать на уже имеющемся оборудовании? В этом деле лучше сразу положиться на искусственный разум. Новинка от компании «Код безопасности инвентаризации 2.0» подходит как нельзя лучше. Программа позволяет регулярно проводить аудит, автоматизировать учет ресурсов, контролировать неизменность состава ПО, и разумно планировать бюджет на будущие закупки. Конкурентным преимуществом у нас является функция паспорт-компьютера, которая позволяет, как я уже говорил, зафиксировать определенный набор программ с печеньем за отдельно взятым компьютером, либо набором компьютеров. Эта функция очень полезна для банков, либо финансовых организаций. Конкурентным преимуществом является определение портабол-версии программ. Данная проблема широко стоит перед многими системными администраторами, потому что в настоящее время многие сотрудники используют эти программы, что, в принципе, является нарушением лицензионного договора. Программа «Код безопасности инвентаризации 2.0» дает подробную информацию о содержании компьютера пользователей. Она выявляет запрещенные в этой компании программы, нелицензионные дистрибутивы, портабл-софт и мультимедиа, считает количество лицензионных версий, задавая максимально допустимое количество инсталляций каждого продукта. Все это делается в соответствии с настроенными черным и белым списками ПО. Инспекция проходит без установки программ агентов на компьютеры пользователей, если речь идет о локальной сети. Можно проверить и те персоналки, которые не входят в сеть или домен. В этом случае используется автономная программа сбора, скопированная на съемный носитель. Отличие 1 и 2 заключается в том, что был расширен функционал программ. Появилась возможность библиотека программного обеспечения, возможность пополнять эту библиотеку и поддерживать в актуальном состоянии информацию о программном обеспечении, которая используется в компании. Появилась такая возможность, как структурное подразделение. Это очень важно для таких компаний, которые имеют широкую филиальную сеть. Это возможность инспектировать филиал этой компании и строить отчеты только лишь по филиалам, по тому программному обеспечению, который используется там, и аппаратному обеспечению, который используется только лишь в том филиале. Данные, собранные программой, помогут проанализировать, как можно упростить и оптимизировать всю имеющуюся систему компьютерного обеспечения. Таким образом, код безопасности «Инвентаризация 2.0» поможет планировать бюджет компании, при этом выполняя свою главную функцию – контроля и учета.